Морской порт По утилизации мы сейчас утилизируем то, что действительно поверхность, внешний вид. И если обратить внимание, мы говорим по рыбной порт, передали его под развитие. Все вот эти затопленные суда мешают его развитию, потому что они мешают судоходству. Вот на это будем обращать главное внимание. И есть суда, которые представляют экологическую угрозу. Терминал передали области совсем недавно, однако работы уже ведутся. Специалисты планируют реконструировать гидротехнические сооружения, а также развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории. Кроме того, для разработки концепции рыбного порта привлечены дальневосточные проектировочные институты. Напомним, в рамках исполнения поручений председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в августе 2020 года началась работа по подъему и утилизации затонувших судов в бухте Нагаева. Здесь стоят, мы просим включить определенные лавочки для уже лиц, как говорится, пожилого возраста, те, которые не работают. Прошедшую пятницу мэр Магадана Юрий Гришан встретился с депутатом Магаданской городской думы Игорем Агинским. Подобный формат работы градоначальника с народными избранниками уже устоялся и стал регулярным. По мнению главы города и депутатского корпуса, предметный разговор, нацеленный на решение какой-либо конкретной задачи, позволяет эффективно выполнять наказы избирателей и улучшать жизнь магаданцев. Игорь Агинский, представляющий избирательный округ номер 5 областного центра, поднял на встрече вопрос благоустройства дворовой территории по улице Портовой 8, Дзержинского 21, переулка Школьного 10. Основываясь на пожеланиях жильцов этого двора, депутат предложил мэру конкретную концепцию благоустройства, обратив внимание главы муниципального образования на ожидаемые людьми элементы – лавочки для пожилых граждан, спортивную площадку, парковочные места для автомобилей и озеленения. Сегодня состоялась очередная встреча, это не первая наша встреча с Юрием Федоровичем, которая позволяет реализовать вопросы, связанные с наказами жителей города Магадана, в частности тех жителей, которые избрали меня по округу номер 5 города Магадана. В данный момент обсуждался вопрос включения плана 2022 года дворовой территории, которая образована домами Дзержинска 21, Портовая 8, та дворовая территория, которая примыкает к рынку центральному. И есть социальный заказ жителей данных домов, концепция жителями одобрена, одобрена также руководством области. И, собственно, сейчас обсуждался уже технический такой аспект, как организовать, какими материалами, как эта территория должна выглядеть в конечном итоге. Игорь Агинский высоко оценил данный формат взаимодействия с главой областного центра. Итогами таких депутатских часов становятся конкретные поручения муниципальным структурам, а в дальнейшем реализуются подведомственными учреждениями. В мэрии Магадана глава областного центра Юрий Гришан вручил свидетельство на присуждение стипендий студентам. Молодые люди не только хорошо учатся, но и занимаются внеурочной деятельностью. Лучших студентов вуза и профессиональных учебных заведений градоначальник поблагодарил за отличную успеваемость и отметил, что в дальнейшем их знания и умения будут помогать городу. Вы действительно являетесь таким золотым фондом города Магадана. И все профессии, которые сегодня были обозначены в презентации, кто-то занимается парикмахерским искусством, кто-то занимается в горно-строительном колледже. Вы будете спасать людей от всевозможных чрезвычайных ситуаций, которые, к сожалению, все-таки у нас бывают. Кто-то будет строить город, кто-то будет учить детей. Все вы создаете город, как город культуры, город образования, город надежд, город счастья и город хороших счастливых семей. Муниципалитет поддерживает студентов материально с 2008 года. За это время стипендию мэра получили более 100 человек. Сумма выплаты – 3000 рублей. Стипендию назначают в рамках муниципальной программы «Молодежь Магадана» и выплачивают с 1 октября по 30 июня. Недавно депутаты Магаданской городской думы вновь обсудили вопрос строительства крематория. Речь шла о замене части зон природного ландшафта и транспортной инфраструктуры на зону ритуального назначения в районе объездного шоссе. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к строительству крематория в городе. Вы за или против крематория? Городума собирается вновь рассмотреть этот проект. Как бы по своей вере хороним всегда. Ну, крематорий, видите, как бы, сейчас такое кладбище это сделали новое, то уже лучше, скорее всего, крематорий. Так, потому что кладбище очень ужасное там, там оно и топит его, и, ну, не смотрят за ним, как говорится. А крематорий, как бы, ну, я не знаю, ну, просто, видите, вера такая, что хоронись уже, как бы, наша вера такая, что захоронение будет. Ну, сейчас новое все кругом. Так что крематорий, как бы, оно будет лучше, как бы, ну, чище, и с таким кладбищем, как там у нас новое, конечно, лучше крематорий. Крематория, ну, в нашей области, мне кажется, он не нужен, у нас мало людей проживает. И дело в том, что если будут отходы, у нас же будут, у нас же горы, и будет оседать между сопками. Ну, как-то мало людей проживает. В принципе, почему бы нет, бы не помешать, наверное, людям меньше, как бы, площади будет для кладбища. Тихо. За. Почему? Потому что это более экологично. С одной стороны, нормально это, ну, хорошая идея. Но это же не экологично же, правильно? Ну, я так понимаю. Тем более, если в черте города где-то. А так, ну, почему бы нет. Как вы относитесь к крематорию? За или против? За. Не знаю даже. Ну, может быть, даже за. Красоту не будут портить. Магаданскую. Не знаю, ответить на этот вопрос не могу сказать. Мне без разницы. Спасибо. За. Почему? Ну, это этично, во-первых. Во-вторых, кладбище у нас разрослось безмерно. Довольно дорогое содержание, я это знаю точно. Ну, и лично я бы хотела, чтобы с моим телом именно так поступили, сожгли. Я за. Почему? Чтобы места пустого больше было. Все, спасибо. Чтобы меньше было захоронений, потому что кладбища у нас как разрослись. Наверное, за. Ну, это кто как хочет. Вот я бы была за. Ну, наверное, за. Ну, и потому что, что вы, нет. Я не знаю, как-то нейтрально к этому отношусь. Ну, чтобы мое тело там, чайчики кушали или ученому дать можно же еще. Как вы относитесь к рематорию? За или против? Ой, господи, спаси и сохрани. Вы что, идите в баню? Это что? Конкурсы, соревнования, марафоны и выставки. В Магадане стартовала акция «За здоровый образ жизни». Продлится она до 30 ноября. В рамках акции проведут более ста мероприятий. В них примут участие объединение городского волонтерского корпуса, учреждение культуры, образования и спорта. Присоединиться к акции может любой желающий. Возрастного ограничения нет. Могут и дети, и взрослые, и пенсионеры принимать участие в этой акции полностью. Есть план мероприятий, и по нему уже действуем полностью. То есть о нем можно узнать на сайте мэрии города Магадана. Там сразу будет написан адрес, место проведения и время. Вы можете прийти, любой человек пожелать, ну, именно по поводу принять участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова